Бывший Ленинский, а ныне Холодногорский район. Улица Клопцова. Единственная автомобильная дорога, ведущая к многоэтажным домам и продуктовому магазину в ямах и выбоинах. Когда ее ремонтировали, здесь уже и не помнят. Местные жители рассказывают, не так давно на ремонт одного из дворов коммунальщики потратили около полутора миллионов гривен и еще 20 тысяч на технадзор за его содержанием. Почему в приоритете не оказалась проезжая часть, горожане объяснить не могут. Дмитрий Принцев живет неподалеку в частном секторе. Он автомобилист со стажем, поэтому с проблемой отсутствия качественных дорог сталкивается ежедневно. Говорит, когда терпение лопнуло, начал изучать законодательную базу, чтобы в правовом поле бороться с чиновниками. Со временем обратился к государственным стандартам Украины по эксплуатации автомобильных дорог, согласно которым на 100 тысяч квадратных метров дорожного покрытия площадь повреждений не должна превышать полквадратных метра. Весной и осенью – полтора. Ямы не должны быть глубже 6 сантиметров. В противном случае подобное несоответствие коммунальщики обязаны ликвидировать в срок от одного до десяти дней в зависимости от значимости дороги. Дмитрий рассказывает, существующих законов достаточно, чтобы оформить свои претензии к ответственным лицам. Сложность лишь в требовании их исполнить. Как вариант давления на автодорожников предлагает заявление в полицию. Согласно закону, каждый гражданин уверен, что та или иная дорога не соответствует госстандартам, может обратиться к правоохранителям или вызвать их на место, чтобы зафиксировать повреждения. Если не будет устранено повреждение, тогда там дальше вступают дисциплинарные меры, административный кодекс, штраф и так далее. Штраф накладывается на должностных лиц, ответственных за состояние и содержание проезжей части улицы. Рассмотрением заявления Дмитрия о некачественной дороге на улице Клопцова сейчас занимается участковый инспектор. По словам правоохранителя, на сегодняшний день направлены обращения в городской и районные советы, а также в профильное коммунальное предприятие с целью установить личность чиновника, ответственного за состояние дорожного покрытия на конкретном участке. Было направлено у нас сообщение в управление патрульной полиции. Выезжала группа, которая осуществляла все замеры. Управление патрульной полиции насылало вымогу в Дор-Ремстрой на устранение неисправности дороги. Мы составляем протокол административный, который отправляется на рассмотрение в суд в зависимости от части статьи. После сбора необходимых материалов окончательное решение по делу примет глава райотдела. Так что, возможно, оно и не дойдет до суда. А если и окажется в руках Фемиды, то юристы говорят, на практике в большинстве случаев суды не на стороне заявителя. Важно в этом случае в суде доказать наличие причинной связи между тем, что есть такой недостаток на дороге и между тем, что был причинен ущерб. Нужно полностью, максимально, скажем так, обкладываться вот этими документами в суде и доказывать свою позицию. То есть и обращаться и в полицию, и протоколы различные собирать. Чтобы контролировать деятельность властей, активисты общественной организации «Автомайдан Харьков» стали сотрудничать с дорожными службами и погрузились в документы, регламентирующие работу этих ведомств. Рассказывают, часто в негодность приходят дороги, находящиеся на стыке ответственности нескольких служб. Например, Департамента дорожного хозяйства и Департамента инфраструктуры. Департаменты между собой не очень координуются. И поэтому это означает, что то, что планует один департамент, абсолютно не относится другого. Можливо, если бы один департамент сказал, гей, хлопцы, мы будем делать эту дорогу, может, вы переверите коммуникации под ней, да, и может, вы сделаете их. Еще одна проблема дорожных служб, считают активисты «Автомайдана», это отсутствие прозрачности в работе. Ну, почему, например, не ремонтуют мою дорогу, да, вот почему, например, там дорогу ремонтуют, проспект Гагарина, скажем, а вот эту не ремонтуют. Как вы решите это вопрос? Мы задаем голев районов, мы собираем в них информацию, потом седаем, обговорим, вызначаем приоритеты. Для меня, как для члена громады, это не прозорый, понимаете, это не прозорый механизм принятия решений. Юристы отмечают, в законодательной базе не прописан механизм определения приоритетности дорог. Коммунальщики действительно ремонтируют покрытие на свое усмотрение, исходя из текущего состояния, срока давности и категории дороги. В зависимости от ее наполняемости, скажем, потока интенсивности движения по этой дороге, в зависимости от этого, есть определенные сроки установленной ремонта. То есть, более дороги с интенсивным движением, соответственно, у них более короткий срок ремонта. То есть, там от одного дня, может быть, до десяти дней, в зависимости еще от сезона. Ответственность за содержание состояния дороги несет ее собственник. И здесь возникает еще одна проблема. Часть дорог в Харькове, например, обанкротившихся предприятий, никому не принадлежит. Согласно закону о дорожном движении, в случае отсутствия баланса содержателя, дорога переходит под ответственность органов местного самоуправления. Однако, для этого они должны официально принять ее на баланс. Чтобы хоть как-то решить этот и другие вопросы, связанные с дорожным покрытием, автомайдановцы предлагают выносить проблемы на всеобщее обсуждение. У нас есть группа в фейсбуке «Открытие дороги», на которую мы добавляем то, что отремонтировано, качество ремонта, то, что должно быть отремонтировано, то, что, допустим, отремонтировано не так давно, а уже снова оно такое, как было. Краще за все будет писать в группе «Открытие дороги» и мы будем по каждому конкретному випадку обратиться к соответствующим органам, делать вопросы, как-то выяснили. В помощь харьковчанам и как рычаг давления на чиновников, автомайдановцы планируют разработать интерактивную карту города, на которой обозначат все существующие дороги, их баланса содержателей, даты ремонта, срок давности, ответственных за качество, потраченную сумму, а также перспективный план ремонтных работ. Там же можно будет выложить фотографии и комментарии с жалобами. Работа по созданию сайта начнется уже в конце марта. Оксана Зинковская, Алексей Калмык и Павел Велицкий. Объектив неделя.